Жанна Гостевская учится на третьем курсе филологического факультета АМГУ. В этом году приняла участие в конкурсе медиапроектов «Территория жизни». Этот конкурс является одной из составляющих медиамарафона. На «Территорию жизни» Жанна представила фотопроект, в котором хотела поднять тему ветхих домов, стоящих в центре города на фоне красивых новостроек. Я очень люблю гулять по городу и часто гуляла по центру. И меня действительно беспокоит эта проблема, что у нас и так мало красивых действительно архитектурных строений. А тут центр города и есть дома, которые действительно нужно над ними поработать. Таких же активных и юных амурчан набралось более 400. Все они стали участниками различных мероприятий, которые прошли в рамках молодежного медиамарафона. Он стартовал в сентябре. Проявить себя смогла молодежь от 12 до 25 лет. В том числе школьники, студенты вузов и СУЗов, молодежные творческие коллективы. Медиамарафон включал в себя сразу несколько масштабных мероприятий. Ребята делали проект на радио, выпускали газету, проводили медиа-игру по журналистике. Творческие конкурсы даже создавали телепроект. Его, кстати, воплотили совместно с нашим телеканалом. В таком формате мероприятие проводится впервые. Мы проводили уже медиамарафоны несколько лет назад. Но в таком мероприятии, именно таком большой мероприятии проводили впервые. Также в рамках этого мероприятия у нас прошли еще медиашкола. К нам приезжала Далина Арапова, это специалист по защите прав СМИ. И мы проводили медиамарафон вместе с отделом по делам молодежи администрации города Благовещенска. Целью всех мероприятий являлось повышение медиаграмотности. В частности, на Амурском областном телеканале вышел проект «Медиабезопасность». Те, кто принимал участие в его создании и хорошо проявил себя, наградила сертификатами руководитель телекомпании Ксения Ковалева. Амурское областное телевидение работало с студентами первого и третьего курса факультета журналистики. Работали очень плотно. Мне бы хотелось поблагодарить студентов за то, что они искренне и неподдельным интересом проявляли заинтересованность в этом проекте. Мы быстро включились в работу, потому что времени было немного, и у нас получился не один, а целая серия из трех хороших, я считаю, продуктов. Кстати, проект, сделанный в рамках медиамарафона, в настоящее время транслируется на Амурском областном телеканале. На фестивале отметили победителей в тех мероприятиях, которые проводились в рамках проекта, а также вручили благодарности тем, кто оказывал помощь в проведении медиамарафона. Организаторы говорят, проект понравился как школьникам, так и студентам, поэтому хотели бы сохранить такой формат и в следующем году.